Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Львир Фазаева. И сегодня мы расскажем, как водитель каршеринга сбил 14-летнего подростка на пешеходном переходе. Для пешеходного перехода на очень высокую скорость. То есть он даже не тормозил? Нет, не тормозил. Он попал под колеса прямо на глазах своего друга. Покажем оглашение приговора мужчине, который своим знакомым продавал несуществующие автомобили. Это было бы возможность поставить автомобиль на «Тойоту» на «Крузо-Парадо». Какие-то деньги за средства? Ущерб превысил 50 миллионов рублей. А также, как две девушки украли у 90-летней жительницы Челнов 1 миллион рублей, и как автоинспекторы нашли у жителя Пензы 3 килограмма наркотиков. Что вы можете пояснить по данным факторам? Нашли мы. Где нашли? На трассе. Это и не только. Прямо сейчас. 14-летний подросток попал под колеса каршерингового автомобиля на улице Рашида Вагапова. Его сбили прямо на пешеходном переходе. Подросток вместе с другом только вышли из спортивного комплекса. Тренировка закончилась, и они шли домой. Один из них, увидев несущийся на них автомобиль, чуть прибавил шаг и успел выйти из опасной зоны. Друга сбили прямо на его глазах. С места происшествия Слават Мухмадуллин. Я буквально 2-3 шага сделал. Ему сильно повезло. Молодой человек вместе со своим другом возвращался домой после вечерней тренировки. Вышли из спортивного комплекса. Стали переходить дорогу. Переход в этом месте нерегулируемый. Но шли по зебре. Ее видно издалека. То, что прямо на них очень быстро едет машина и останавливаться не собирается, увидели буквально в последнюю секунду. Рассказывает. Интуитивно рванул вперед. Его товарищ остался на шаг позади. Когда обернулся, друг лежал на асфальте. У машины разбито лобовое стекло. Ну, он на высокой скорости. Ну, я не знаю, с какой он скоростью. Ну, вот, говорят, 40, где-то 50. Но он очень на высокой. Для пешеходного перехода, на очень высокой скорости. То есть он даже не тормозил? Нет, не тормозил. А другу сколько лет? 14, я думаю. Вам сколько лет? Мне 16 лет. Ну, завтра уже 17. Hyundai Solaris был арендован. 26-летний водитель рассказывать, почему не пропустил пешеходов, не захотел. Я не буду с вами разговаривать. Зачем? Для чего? Прибывшие на место медики осмотрели подростка. Они приняли решение увезти его в больницу. Теперь автоинспекторам предстоит установить все детали произошедшего и установить степень вины водителю Hyundai. Салават Мухмадулин, Елена Саляхова, Константин Бушоев. Вызов 112. На пересечении улицы Пионерская и Сибирского тракта столкнулись Audi и Kia. Корейская иномарка протаранила левый бок второго автомобиля. Из-за сработавших боковых подушек безопасности в аварии никто не пострадал. Участники ДТП остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции. Четырех человек, включая двух детей, спасли огнеборцы на пожаре в Елабуге. Ночью вспыхнула квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Марджани. Еще до приезда пожарных подразделений из дома эвакуировались 30 человек, в их числе 12 детей. Четырех человек из них, двое детей из соседних квартир эвакуировали спасатели. Двоих из них через окна по автолестнице. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Дачный дом полностью сгорел в одном из садовых товариществ на улице Беломорская в Казани. Огонь вспыхнул в 7 часов вечера. В этот момент в доме находились женщины и маленький ребенок. Они вовремя почувствовали запах гари и быстро выбрались на улицу. Прибывшие на место пожарные справились с пламенем. Но к этому моменту дачный домик фактически был уже полностью уничтожен. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание. Московский район и суд Казани вынес приговор 34-летнему Андрею Кириллову, которого обвиняли в обмане нескольких десятков человек больше чем на 50 миллионов рублей. Своим знакомым и знакомым своих знакомых он предлагал иномарки бизнес-класса по цене двое ниже рыночных. И убеждал, в этом нет ничего странного. Машины конфискованы за долги. Продаются на аукционах, про которые мало кто знает. И всю сумму сразу не просил. У кого половину, у кого и того меньше. Людей это подкупало. Тем более советовали друзья. Айрат Назипов об особо крупном размере этого мошенничества. Продавать дорогие автомобили и земельные участки в престижных местах, якобы конфискованные у должников, в рамках исполнительных производств, житель Зеленодольска Андрей Кириллов, начал в 2018 году. Покупателей искал среди своих знакомых и через них. То, что люксовые автомобили продаются вдвое дешевле рыночной стоимости, объяснял просто. Об аукционах мало кто знает. А у него есть возможность их там приобрести. Но сразу предупреждал. Машины будет не сразу. Процедура не быстрая. Пока назначат торги, пока не пройдут, пока оформят документы. Но и всю сумму сразу не требовал. Брал около половины. Это от 600 до 800 тысяч рублей. Люди верили, платили и ждали. Это был аванс. Он сказал, что машина будет. Остальные 750 тысяч в феврале передадите. Я звонил, понял? Он только мне сказал. То есть, сначала сказали в феврале, потом через месяц, месяц, месяц. Ну, каждый... Все обещали, обещали. Летом 2018 года терпение мужчины лопнуло, и он обратился в полицию. Там узнал, что такой он далеко не один. Количество заявлений на Андрея Кириллова стало расти, как снежный ком. В общей сложности к следователю обратились 52 человека. По всем установленным фактам были возбуждены уголовные дела. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество в особо крупном размере, которое в дальнейшем объединили в одно производство. В поле зрения правоохранитель Андрей Кириллов попал не в первый раз. Причем он привлекался к уголовно ответственности по той же статье. Ранне судимая? Да. Давно? Полтора года. Какая статья там была? 159. Тогда мужчина взял деньги, 3 миллиона рублей, за покупку на аукционе уже проданной квартиры. Но ущерб затем возместился, потерпевший помирился. И суд приговорил его к условному заключению. Когда его задержали в очередной раз, условный срок еще не закончился. В своем последнем слове Андрей Кириллов попросил прощения у всех потерпевших. Он заявил, что умысла обманывать кого-то у него не было. А технику и деньги он всегда возвращал. По этой причине он просил суд о снисхождении. Суд приговорил Андрея Кириллова к 5 годам и 5 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Айрат Назип Константин Бушуев, Вызов 112. Кофе, коньяк и стиральный порошок. Один из посетителей супермаркета на улице Фучика, не заблотив, пронес мимо кассы. Сделал это практически перед закрытием магазина. Его заметили, когда мужчина с тележкой продуктов уже направлялся к выходу. Продавцы попытались его задержать, однако мужчина смог вырваться и убежать. Ущерб составил около 1000 рублей. На место вызвали полицейских. Они посмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили сотрудников магазина, подозреваемые в розыске. Полицейские Татарстана вернули 90-летней жительнице Челнов 1 миллион рублей, которые у нее украли две незнакомки. Пенсионерка рассказала, что ей позвонила неизвестная девушка, представилась работником госучреждения и заявила, что в стране началась очередная денежная реформа. Бабушка сказала, где живет. К ней быстро приехали две девушки, назвались волонтерами. Она показала гостям, где хранит сбережения, а после их ухода обнаружила, что накопленного миллиона у нее больше нет. Пенсионерка тут же обратилась в правоохранительные органы. Полицейские смогли раскрыть личности предполагаемых преступниц. Их задержали в Москве. Девушки во всем сознались и возместили ущерб пенсионерке. Чуть меньше трех килограммов наркотиков обнаружили автоинспекторы у 41-летнего жителя Пензы, которого остановили на въезде в Казань для проверки документов. Когда в салоне его машины обнаружили подозрительные свертки, мужчина стал делать удивленный вид и начал уверять окружающих в том, что не знает содержимое упаковки. Алия Хайрудинова продолжит. Подойдите. Что это? Я не знаю, что это такое. Это пакет. Вот нашли мы. Что вы можете пояснить по данным фактам? Нашли мы. Где нашли? На трассе. 41-летнего жителя Пензенской области автоинспекторы остановили на въезде в Казань для проверки документов. Но водитель стал заметно нервничать. Тогда сотрудники ГИБДД приняли решение повнимательнее досмотреть и его машину, и его самого. 4, 5, 6 свертков. 6 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом нашли в салоне машины на заднем коврике. Похожие упаковки с аналогичным содержимым хранились и в бардачке. По результатам экспертизы изъятое вещество признано наркотическим средством синтетического происхождения весом около 3 килограмм. И хотя сперва автомобилист делал вид, что не знает о содержимом перевозимых им свертков, впоследствии он все же признался, что хотел оборудовать стойники с наркотиками на территории Татарстана. Ранее мужчина уже был судим за убийство, разбой и незаконный оборот оружия. Теперь в его биографии добавится еще одна статья. Покушение на незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Дожидаться суда мужчина будет за решеткой. Алия Харудинова, Арат Назипов, Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.